Welcome, 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 дорогие друзья, это с вами Виви, и у меня для вас очередное интересное видео, на этот раз видео будет посвящено вышедшему сериалу, второму сезону, сериалу Ведьмак, и в этом конкретно видео мы рассмотрим первый, пока лишь, первый, лишь эпизод второго сезона, потому что их всего 8, я их все уже посмотрел, но меня интересует именно первый эпизод, во-первых, потому что он вышел раньше, чем все остальные, он вышел 16 декабря, 17 декабря весь сезон, а 16 декабря его слили в сеть, намекнули Netflix, что получилось так случайно, они хотели дать каким-то контентмейкерам, а случайно слилось все слишком рано туда, ну и на всяких пиратских сайтах уже это имелось, я, конечно, посмотрел уже все официально на Netflix, но просто хотел вам объяснить, почему именно так вышло, Ну а для тех, кто не знаком вообще с этой вселенной, я скажу, что эта вселенная основана на книге Анджея Сапковского, 1986 год, это была первая книжка, всего она считывает, по-моему, 7, 7, да, 7 основных книг, еще добавочные разные истории, помимо этого еще была экранизация, польская экранизация, французская экранизация, русская, по-моему, тоже экранизация была, помимо этого были игры, как минимум 4 части, которые вы можете найти где угодно в интернетах, еще было всяких, куча отсылочек на, или омажей на Ведьмака, и, конечно же, должен был произойти какой-нибудь глобальный сериал, которым вот занялись Netflix, и первый сезон они сняли, про первый сезон я практически ничего говорить не буду, видео никаких про это делать не буду, просто вам скажу, что первый сезон мне не особо понравился, ну, скажем так, мне не особо понравились некоторые моменты, и общую оценку я ему давал от 7,5 до 8 баллов по 10-бальной шкале, и, получается, если вы фанат фэнтези, посмотреть стоит, если вы не фанат этой тематики, ну, можно это пройти мимо и забыть, в отличие, например, от Игры Престолов, которые до последнего сезона я стабильно, да и многие другие люди ставили 9 баллов из 10, и, соответственно, вы обязаны это были посмотреть, даже если вам фэнтези не нравится, вы должны были знать, что же это за плацдарм такой существует в этом мире, кстати, об Игре Престолов, очевидные отсылки в сериале Ведьмак, и очевидные вот эти вот корону, которую они хотят все себе забрать, Игры Престолов, они пытаются на протяжении первого сезона, на протяжении второго сезона сотворить, но у них ничего не получается, и вот про это я буду говорить очень часто, и много даже конкретно в этом первом эпизоде, Ну, а что еще хотелось бы сказать, это, конечно же, про то, что первый сезон провалился именно в конце, в нем были главные проблемы не потому, что там время перескакивало, кто не в курсе, в первом сезоне нам рассказывали историю про трех персонажей, которые основные в, как раз таки, игровом контенте, потому что в книге эти три персонажа не основные, там два персонажа основных, это Ведьмак и Цири, а Йеннифер, она так просто рядом присутствует, С таким же успехом можно было про Барда делать историю, Барда Лютика, но нам решили сделать основных трех персонажей, Ведьмачку, Ведьмачку Цири, Ведьмака Геральда и Йеннифер, колдунью, либо волшебницу, как я их люблю называть, и вот в этом была проблема, потому что нет в книгах, нет даже в играх нормально прописанной истории для волшебницы, им пришлось придумывать, и вот там вот были все эти просадки, И как раз таки битва при Содане, которая произошла в самом последнем эпизоде, это был гигантский провал, не только по глобальному сражению, а еще и по тому, как он был проведен с точки зрения тактики, не имело никакого смысла, и я хоть и не военный стратег, но все же пытаюсь мыслить логически, и то, что я там видел, это был полный бред, когда жертвуют своими магами, ради того, чтобы запулять какой-то один огненный шар, это делали невгальская армия со своей магичкой, а в ответ собирали хаос, что это вообще такое, и откуда это все взялось, это все были проблемы первого сезона, надеюсь, с ними они разобрались ко второму сезону, помимо этого доспехи, помимо этого визуалы и плохая игра актеров, надеюсь, со всем этим справились, и теперь, ребят, начинается спойлерный обзор первого эпизода, ну, давайте, перед тем, как он начнется, скажу, он мне понравился первый эпизод, очень сильно понравился, я бы ему поставил 9 баллов из 10, не весь сериал пока что, первый сезон, извините, первый эпизод, это не весь сезон второй, это только первый эпизод, поэтому давайте его смотреть, ну, смотреть как, перематывать, начинается все с того, что нам показывают каких-то путников, которые приезжают в какую-то деревушку, такой прям хоррор момент, умирает первый человек, умирает второй человек, в общем, всех приезжих встретили с распростертыми клыками, сожрали, и мы перескакиваем на ту самую битву, которую мы с вами не увидели, и это грустно, потому что по истории, мы в книге тоже эту историю не увидели, эту битву, но мы не видели даже мелких каких-то потасовок, нам только рассказывали итог, что произошла какая-то битва, где сражались 20-тысячная армия с одной стороны, 40-тысячная армия с другой стороны, маги были на одной стороне, маги были на другой стороне, колдовство, взрывы, падения, все умирали, нам показывают кучу трупов, показывают какие-то мелкие моменты, вот они, посмотрите, как валяются красиво, мелкие моменты отрезанной конечности, все это есть, все круто, казалось бы, но давайте посмотрим на это немножко с другой стороны, а что нам на самом деле показывают, нам показывают каких-то 100 квадратных метров, на которых, ну, лежит от силы 5-6 человек на каждой, на каждом 2-3 метра, посмотрите, нет на самом деле такой прям толпучки, которая должна была быть, плюс необугленный совершенно лес, а где же магическая сила Йеннифер, которая вроде как сожгла всех огнем, значит здесь было сражение через конихов, но конихи не будут сражаться, в лесу, очень странные такие моменты, как будто кто-то просто решил рассеять вот в лесу, нашли хорошее место, поляночку, разбросали здесь свои косплейные костюмчики и пришли, сняли сцену, ходит здесь у нас Тесая, которая не смогла справиться нормально в сражении, как вы помните, она там проиграла эту битву, если кто посмотрел первый сезон, и поэтому она расстроена, сейчас ищет где же Йеннифер, и показывают нам иногда флэшбэки, одни очень коротенькие, в которых мы видим, как произошли битвы, и битвы там кровопролитные, прям вот такую прям, ух, Спарту напоминает тот самый сериал, вон они прям кишки там разлетаться будут, но это все вам показывать не буду, просто, ну там говорят, 4 тысячи мертвых темирийцев, бла-бла-бла, ты в видениях не найдешь Йеннифер, ей говорят, и она расстроена, что Йеннифер погибла, но, давайте, на что я хотел бы вас обратить, ваше внимание хотел бы обратить, после такого бурного сражения, тем более, когда, по сути, огнем еще все сжигалось, она выглядит довольно как-то прилизанно, и даже прическа не промокла, ну, прическа, как будто вот только что, вот феном ее сделали, потом немножко вот этих псевдоснега насыпали, ну да, макияж сделали, это уже хорошо, ну, просто бросается это очень сильно все в глаза, что это какое-то камерное кино, как будто это не что-то крутое, чего мы ожидаем, да, какой-нибудь фильм Нолана, а просто вот сняли сегодня, хотели потом постграфикой это все исправить, но постграфикой никто не занимался, это немножко сбивает с толку, слишком все красиво. Сюда же приезжает на это поле битвы Геральт с Цири, вообще непонятно, как они умудрились найти ее на поле боя, или, видимо, здесь она с флагом стояла, говорила, приезжайте ко мне. Узнает он, что Енифер умерла, бла-бла-бла, расстроился и ушел. Никаких дальше поисков ее трупа, никаких похорон показывают нам безэмоционального Геральта, хотя, на самом деле, очень эмоционально отыграл здесь актер, я ему ставлю гигантский лайк за то, как он отыграл эту роль, и после чего у них происходит диалог с Цири, первый, по сути, диалог, который нам показывают между этими персонажами. Ведь, если так задуматься, хоть она является его человеком предназначения, его вот этим вот символом того, что они должны быть неразлучны, но между ними мы не видели еще ни разу химии. И вот сейчас первая химия происходит, очень хорошо прописан диалог. Я, честно, не помню, было ли у Сапковского в книге вот такой диалог между этими двумя персонажами, но он выглядит хорошо, выглядит другое плохо. И я прям вижу, как они старались скрыть вот этот вот момент, подкрашивая глаза Цири зеленым цветом, кстати, как и должно быть, потому что это одна была из претензий первого сезона, когда все говорили, что актриса совершенно не похожа на ту Цирилу, которая должна быть, ведь у Цири зеленые глаза, ярко-зеленые глаза. Здесь они максимально ей их подкрашивают, но почему-то забывают про то, что брови у этой актрисы густо-черные, чуть ли не монобровь без обид к этой девушке. А такого не должно быть у ярко-серебристых волос. То есть если у тебя ярко-серебристые волосы, то и здесь должны быть ярко-серебристые волосы. Как говорилось в одном фильме, и даже снизу должны быть ярко-серебристые волосы. Кстати, я не помню, что это было за комедия. Такая немножко пошлая, но что же поделать. Вот у главного героя Геральда это не так сильно бросается в глаза. Ну, во-первых, его серебряные волосы переходят как раз-таки и на брови. И здесь же сразу же бросается в глаза, что она и накрашена по какой-то причине неведомой. Хотя эта девочка прошла только через ад. И сейчас она отправляется как раз-таки в путешествие и не должна думать ни о какой косметике. Но почему-то она здесь имеется. Ладно, не будем на этом заострять внимание, просто промотаем вперед. Диалог этот заканчивается, после чего нам показывают последствия, где маги вылечивают всех, кого могут. И показывают Трис Мерегольд, которая чуть ли не умирает на руках у этих магов. Но вот незадача. По истории, как раз-таки по книге, я не буду, конечно, сильно на это опираться. Но нам даже самим показали, даже не в книге, давайте про книгу забудем, а конкретно показали, что ее обжигали полностью огнем. И извините, но почему у него волосы остались? Волосы это первое, что будет обгорать. Да, кто-то скажет, что там на грудь попало. Да, только у нее волосы до груди всегда были. И у нее здесь волосы до груди так и остались. И эти каштановые. Почему они не сгорели? Ну и по книге, как раз-таки, у нее все волосы сгорели. И именно поэтому она в дальнейшем ходила с короткой прической. Именно поэтому все практически ее экранизации в игре, Ведьмак, вы увидите с короткими волосами Трис Мерегольд. Потому что она больше отрастить волосы длинными не хотела. Боялась банально из-за того, какую травму она получила. Вообще история с этими магами, она крайне странная, Потому что она дописана именно по сценарию. Не было основополагающего какого-то момента. Не было книги, не было романа, не было каких-то фанфиков. И, конечно же, в играх не было вот этих монологов. Поэтому они написаны, и ты прям видишь, как на коленках, как будто игрокам, не игрокам, а актерам, конечно же, дали поиграть роли. Сказали, вам нужно устроить здесь конфликт. Вот этот паренек, который темнокожий, у него племянница плохая. Ты должен чсвшить, а ты должна истерить. Все, играйте. Что играть? И вот они не знают, что играть, и просто монолог идет на ровном месте. Актеры играют хорошо, но диалоги написаны отвратительно. И, если честно, вы их просто не запоминаете. Ну, в итоге, конечно же, Йеннифер жива, какая неожиданность. И Йеннифер нам недолго показывают. Показали, что она чему-то расстроилась, посмотрев на свои руки. Я бы надеялся, что у нее их не стало. Но на самом деле нет, там все по-другому. После чего, наконец-то, мы возвращаемся к интересным персонажам, интересным монологам. Потому что, ну, диалогам и монологам тоже. Потому что закадровые такие бывают моменты. Где Геральт увидит труп животного, кушает немножко мяса этого, видимо, чтобы проверить. Интересная такая тоже теория проверить, отравлено ли оно, либо свежее мясо. Чтобы понять вообще, кто убил это существо. После чего Геральт притаскивает в деревню. И Цири предполагает, что в этой деревне просто, может быть, люди прячутся. Но Геральт говорит, что не слышно ни собак, ни вообще шагов, ну, то есть там следов никаких не осталось. И нет охраны. Поедем как к моему другу, который здесь находится, в этой деревне. Ну, и если вы читали Ведьмака, то вы знаете, куда они едут. Только там не было никакого друга. Там была просто деревушка опустошенная, и Геральт в одиночку туда приехал, к этой усадьбе. Потому что увидел рядом с этой усадьбой женщину, которая была больше похожа на призрака, либо на что-то такое. И он решил выяснить, что же здесь происходит. В итоге хозяин этого дома набрасывается на Геральта. Оказывается, его другом, который заколдован, превратился он, вообще-то должен был в медведя. Но я не знаю, где здесь медведь. Видимо, художникам, постановщикам нужно объяснить, как выглядят медведи. Потому что это не бурый медведь, не белый медведь, и не гризли, и не панда тем более. Это обычный свин. И я вижу только свинью здесь. Причем в самой истории Невил превратился в медведя. Но самое смешное, что даже здесь, в диалогах, он говорит, что меня превратили в медведя. В какого мать вашего медведя? Я так и не понял. Потому что это явный Боров, который был превращен. Но, помимо этого, он получил и колдовские способности. Может колдовать в этом доме теперь любые пряности. Наколдовал он Цири в ванну. Она искупалась, нашла какую-то одежку. И мы понимаем, что эту одежку сбросила какая-то женщина сверху. Ну, либо кто-то с двумя глазами. После чего идет небольшой диалог, где нам добавляют. И я не против того, что нам добавляют вот эту вот маленькую историю. Где как они познакомились раньше, что отец нанял Геральда. Геральд должен был помочь убить Виверну. Но он якобы сказал, что Виверну убил вот этот вот паренек. Ну, тогда он был еще пареньком. Сейчас он уже Боров. И он объясняет, что Геральда есть большое сердце. Это очень хороший диалог. На самом деле, я вижу, как они выкрутились. И красиво нам преподнесли историю того, чего не было в книге. И чего не было, конечно же, нигде. Это красиво. И мы видим вот эту вот синергию трех актеров. Красивую сцену. И здесь как раз вот эта вот камерность, где перекрашенная Цирия. Ну, имеется в виду замалеванная красивая Цирия. Где слишком красиво выглядит. Ну, откровенно говоря, красиво выглядит этот Боров, который должен быть медведем. Где вот это вот от Ведьмака идеально заходит. Оно все вот подходит. Потому что это именно камерная история, где главный злодей. Ну, здесь злодея нет, как всегда, в истории Ведьмака. Но будем все же его называть главным злодеем. Он колдует в этом замке. И может наколдовать все, что угодно. И мы в это верим. Мы верим в эту сказку. Конечно же, эта аллюзия полностью идет на красавицу и чудовище. Кто не в курсе, что за история. Его заколдовали. И единственное, что его может спасти, это истинная любовь и кровь. Он так и не знал, что значит кровь. Поэтому, ну, здесь по истории он не знал. Поэтому он так и остался вот в таком облике на всю жизнь. Потом чуть-чуть расскажу, что было в оригинале. Ну, а пока перемотаем. Потому что здесь много было диалогов. Они все красивые, все интересные. Нам больше рассказывают про Геральда. Мы его узнаем получше. Ну, и на парочку секунд возвращает снова к этим магам. Где Кагыра пытает зачем-то Тисая. Ну, она хочет выяснить, где, мол, Йеннифер. Где ее труп валяется. Как она умерла. И вообще, зачем они напали. Пытки очень страшно. Очень неприятно. Ну, а Йеннифер все же в плену. И в плену у темнокожего мага-волшебника из Нивльгаарда. Ну, и они тут обсуждают про то, как она ее победила. А теперь ты у меня в плену. Я тебя отвезу своему главному императору. И император меня простит за то, что я продула сражение. Ну, как-то так. Да, ну, интересно, как у них ведется здесь диалог. И ты видишь вот эти вот сравнения. Только что нам показывали шикарные диалоги. Которые в некотором роде основываются на реальном романе. И диалоги, которые написаны, видимо, для определенной аудитории. Чтобы как раз-таки захватить вот эту вот повесточку. Потому что здесь идет речь о том, что мы же не такие, как все. Мы же с тобой обе магички. Люди нас никогда не будут воспринимать такими, какими мы являемся. Люди нас будут ненавидеть. И вот на протяжении всего первого эпизода про это нам постоянно будут говорить. Ну, а здесь не особо важный момент. Там рассказ идет, история, которая будет чуть-чуть позже, в следующих эпизодах. Повторяется и повторяется. Там я про это расскажу. А ведьмак не доверяет всему происшедшему. Потому что он думает, что что-то его друган Боров скрывает. Ну, и перемотаем вперед. Потому что, когда цель пойдет спать, произойдет нечто. И что-то как-то долго она ложится спать. Ведьмак все стоит на улице. Ищет, куда же делить все крестьяне. Боров не рассказывает. Боров придумал какую-то дурацкую историю, что крестьяне просто слиняли. Потому что кушать нечего. Потому что война. И решили уйти из деревни. Хотя кто же уйдет из деревни с насиженного места. Наверняка с ними что-то случилось. Ну, и после этого начинаются у них пьяные игры. Где ведьмак не попадает кинжалом. Потом выяснится, что кинжалы были заколдованы. Ими попасть просто было невозможно. Ну, и там просто, опять же, раскрывается чуть больше сам Геральт. Показали на секунду. Нам еще там увидели магов. Но это тоже не особо важно. Мне хотел вам показать вот. Вот эту вот красивую сцену. Которую, я думаю, те, кто смотрели... Давайте даже на секунду вам ее покажу. Эту красивую сцену, как она красиво двигается. Те, кто смотрели такой фильм, как Кошмар на улице Вязов, знают, как эта сцена была снята. На самом деле, просто камеру перевернули. Персонаж по полу ползает. Но выглядит это очень красиво. И выясняется, что это не обычная девушка, которая живет в этом доме. А это какая-то заколдованная девушка. Ну, и она признается Цири, что она тоже не такая, как все. И Цири не такая, как все. И что Геральт ее никогда не поймет. И что она ей не причинит никакого вреда. И она вообще любит Невелена. Вот такие вот интересные здесь фишки. Невелен пошел бухать, набухался до конца с Геральтом, потом пошел спать. А Геральт выяснил, наконец, что следы, которые пропадают на снегу, означают, что эта девушка умеет... Ну, персонаж, который тут есть, умеет летать. Он еще не знает, что это девушка. И понял, что здесь есть Брукса. Потому что единственное существо, которое умеет и ходить, как человек, и потом летать. Это Брукса, что, по сути, является вурдалаком, либо вампиром. И он начинает тогда пить свои эликсиры. Сказал Цири, что ей надо сваливать на лошади. Когда открывает дверь, он видит, что Брукса действительно пьет хозяина кровь. А хозяин-то и не против. Потому что он-то умереть не может. Он же тоже заколдованный. Он бессмертный на веки вечный. А она пьет его кровь и таким образом питается. Начинается красивая постановка сражения. Где, хоть мы и знаем, что Ведьмак останется в живых. Но все равно ты переживаешь. Ну и все заканчивается тем, что, конечно же, Ведьмак одолевает ее. Именно точно так же, как в книге. Здесь я сделал все же небольшую ремарку на книгу. Точно так же он ее почти в одиночку смог одолеть. Но все же в один момент провалился в этой битве. И пришлось именно Невелену добить свою возлюбленную. Что в итоге здесь не очень хорошо оформлено. Сейчас объясню ребят, когда покажу вот эту сцену. Там Грудин, надеюсь, в кадр не попали. Она признается ему, что она его любила. Она умирает. Он окроплен был ее же кровью. Вот тебе есть истинная любовь и ее кровь. И превращается назад в человека. И нам в конечном итоге говорят, что он, оказывается, получил свое наказание, свое проклятие. Не просто так, а из-за того, что он даже изнасиловал жрицу. Я, честно, не помню, что было в первой книге. Я знаю точно, что это первая книга. Крупица истины. История. Это второй рассказ, как раз-таки вторая глава, если так можно сказать. И я помню только отрывками, что главного вот этого злодея, он был не злодей. Он на самом деле знал, что произошло с ним. Да, он был проклят. И он пытался исправить все это. Он приглашал кучи разных девушек. Он платил за них тонны денег. Потому что деньги он мог делать бесконечным количеством в этом доме. Чтобы найти истинную любовь. Многих из них отпускал. Многие из них оставались с ним. А на какое-то время некоторых приходилось убивать, чтобы увидеть, получится ли исправить это все или не получится. Но он не был именно таким злодеем, как здесь нам показали. Да, душевные страдания тоже были. Великолепная игра актера. Кстати говоря, игра актера из Игры Престолов. Кто его не узнал, это как раз-таки Северянин. Честно забыл, как его. Тормунд, по-моему, его звали. Северянин. Только бороды не хватает. Но в гриме вы его могли больше узнать, потому что он выглядел точно так же. И что же мне здесь-то не понравилось, спросите вы. Если все идентично. Мне не понравилось здесь то, что нам отсылку сделали немножко на другое. Не отсылку, точнее. Вот это вот давление сделали на то, что он все же злодей. И он не заслуживал даже вот такого вампира себе. Когда в книге как раз-таки история повествования была в том, что дилеммный вопрос был. Хочет ли он остаться, быть вот этим обликом медведя, получеловек-полумедведь, но жить с вампиршей? Либо он хочет стать человеком, но ему при этом надо будет убить вампиршу. Ведь он знал, как избавиться от этого проклятия. И вампиршу он скрывал. Скрывал, потому что ее действительно любил. И она его любила на самом деле. Не только потому, что он кровь ей давал и кровь ей давал. А потому что она была не такая, как все. Вампиры же наполовину тоже люди. И вот этот вот дилеммный вопрос и терзал Ведьмака. Потому что дальше истории заходили как раз-таки в то, что есть абсолютным злом, а что есть не абсолютное зло. Есть меньшее, есть большее. Там по книгам это дальше и двигалось. Здесь же эта история включается во втором сезоне. Это первое. Сразу же выбивает нас из колеи. Но то, что она красиво повествуется вместе с Сири, мне это понравилось. То есть Сири здесь не была лишним. Или каким-то там третьим колесом. Все было нормально. Или пятое колесо, да, говорят. Все абсолютно было нормально. Мне просто не понравилось, что посыл они потеряли. И посыл они почему-то перевернули, перековеркали. Хотя посыл как раз-таки Сапковского гораздо лучше звучал. Он лучше даже как повестка был, если так подуматься. Просто для Нетфликса, как сценаристы умудрились потерять и сделать его реально злодеем, который там изнасиловал жрицу, убивал своих подчиненных и был вообще каким-то не самым хорошим, так сказать, правителем этой мелкой деревушки. И он заслужил все это, заслужил эти страдания. А Брокса так вообще монстром оказалась, которая набросилась на Ведьмака. И все, она тоже заслужила смерть. И пусть он сейчас повесится. Вот такая вот посылка у нас получилась. Не знаю, может быть, я как-то по-другому понял. Может быть, все же здесь задумывалось именно то же самое, что и у Сапковского. Показать дилеммную вот этот вопрос. А нужно ли вот этому человеку становиться человеком? Или можно остаться и жить здесь? Да, Брокса вышла из-под контроля. Она убила деревню. В рассказе то же самое произошло. Здесь же дилеммного вопроса не было. Здесь была просто жалость. К этому персонажу. Ты понимаешь, что ты начинаешь ему сопереживать не потому, что он потерял сейчас свою любовь, а потому, что он стал жалким человеком, каким и был до этого. И, скорее всего, он снова продолжит заниматься тем, чем был. Единственный для него путь – это виселица самому себе. И Ведьмак говорит, я тебя не убью, ты можешь сам это сделать. Хотя, ну, так, мне кажется, история не должна была здесь заканчиваться. Но все равно история шикарная. И если бы я не читал книгу, мне бы она зашла тоже на ура. Ну и мы возвращаемся к тракту, где идет как раз-таки весь этот разговор. Где Цири напоминает ему, что она не такая, как все. И люди никогда не будут их воспринимать такими, какими они являются. Ведь Ведьмак тоже не такой, как все. Бла-бла-бла. Это не особо было важно. Просто решили почему-то еще раз про это заговорить. Ну и в конечном итоге нам показывают двух магов, которые потеряли свою охрану. Потому что на них напали. Кто напали, узнаем мы, типа, во втором эпизоде. Такой своеобразный клипхэнгер произошел. Где очевидно, что две эти героини не умрут. А что с ними произойдет, мы узнаем в следующем эпизоде. Если вам понравился этот странный, немножко кривоватый обзор, то ставьте лайки, пишите свои комментарии, что вы думаете. Мне лично первый эпизод понравился 9 из 10. Если его сравнивать с книгой, то я бы поставил ему 7 из 10. Если же его сравнивать вообще со всем, что есть в этом мире, ну с другими какими-то киношками, сериалами схожими, то здесь максимум 6 из 10. Потому что мне не нравится, как бы это вам сказать, как бы так красиво выразиться, чтобы вы поняли мою мысль с первого раза. Есть сериалы, которые говорят сразу, у нас мало бюджета, и поэтому мы будем снимать так, как это делают в Ведьмаке. А есть сериалы, которые говорят, у нас есть мало бюджета, но мы будем снимать так, как это делали в Игре Престолов, как это делали в каких-то других глобальных просто мероприятиях, мирового масштаба, где за серию по 200 тысяч долларов или даже по миллиону готовы платить. Здесь явно выглядит все камерно, всего три локации, но при всем при этом они пытаются казаться гораздо больше, чем они являются. И вот это вот не стоит. В первом эпизоде это не настолько заметно, но на протяжении всех остальных эпизодов я буду часто еще на это обращать ваше внимание. Следующее видео будет, скорее всего, про второй и третий эпизод одновременно, потому что по одному эпизоду это слишком будет долго и муторно для меня. Ну а так все. Всем пока, всем счастливо. Увидимся в следующем ролике. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Пока-пока, ребята.